Добрый день! Меня зовут Илья. Сегодня мы с вами будем готовить замечательный вафель с сыром. Для приготовления вафель мы будем с вами использовать интересную многофункциональную вафелью, KitchenAid. Ну а само тесто мы будем с вами готовить следующим образом. Возьмем полутвердый сыр-чедр, натрем его на терке. Подготовленный сыр оставляем в чашу. Закладываем с вами 4 куриных яйца. Затем добавляем 150 грамм сливочного масла. Масло мы с вами берем подготовленное с комнатной температурой, чтобы оно было мягкое. Добавляем по вкусу сахар, соль, молоко. Молоко мы используем при 5% жирности, но можно использовать любое. И добавляем муку. Мы используем пшеничную. Берем с вами около 250 грамм. И все пробиваем блендером. Следим, чтобы тесто получилось у нас не слишком густее. Получилось тесто. Смотрим, чтобы тесто у нас было эластичное, без комочков. Сюда мы добавляем наш с вами подготовленный сыр. Перемешиваем все. И оставляем на несколько минут, чтобы у нас разошлась мука. Пока это все происходит, мы с вами подготавливаем начинку для вазы. Для приготовления начинки нам потребуется творог. Закладываем сюда. Добавляем ухлоп. Немножко мяты. Она придаст пекарту. И немножко добавляем соль для вкуса. Чтобы наша масса была более эластичной, мы добавим немножко елокса. Закрываем крышкой. И все взбиваем. И сейчас аккуратным ровным слоем мы с вами выкладываем на нашу замечательную ватеницу. Положили тесто. И закрываем. И переворачиваем. И с этой стороны заливаем. И жарим. Дорогие друзья, наши с вами вахли уже готовы. Сейчас мы легким движением миксом снимаем. И отправляем на стоялочку. Подаем мы с вами с нашим гарниром, прочесанным творогом, с куккопом и мятой, который приобрел пекарный искусств. Приятного аппетита! В чашу мы добавляем немножко разрезителя, ванильного сахара, молока, 4 яйца, сахар по вкусу. Соль, сливочное масло. Такими незатейливыми легкими движениями мы сами добавляем муку. Следим за тем, чтобы тесто у нас получилось аминьэластично, но не густое. Осталось добавить только миндаль и какао. Все плотно закрываем, чтобы у нас никто никуда не убежал. Ну, свобиваем. Дорогие друзья, подготовленное тесто мы с вами выкладываем в апельницу и начинаем печь. Какие у нас получились с вами изумительные шоколадные дельгийские вафли. Ловким движением мы снимаем, кладем на тарелку и все это начинаем поливать клубничным, жемом. Приятного вам аппетита! Дорогие друзья, сегодня мы с вами находимся в гастрономии Стокланд. В этом замечательном месте, где мы с вами будем готовить самый простой, но самый изумительный десерт на свете. Это смузи. Для приготовления нашего смузи мы будем использовать самые банальные элементарные продукты. Нам потребуется натуральный йогурт, замороженный экзотический коктейль и клубника. Также мы с вами не забудем добавить банан. С легким движением руки мы с вами в банан погружаем в нашу подготовленную чашу. Во вторую чашу мы с вами также банан. Заметьте, у нас в двух чашах с вами одинаковое количество бананов. Только в каждую чашу мы положим разные ингредиенты. В одну мы будем засыпать с вами экзотический коктейль, а в другую нашу с вами клубнику. Основой сегодняшнего смузи будет у нас натуральный йогурт Валю, который вы сможете приобрести в гастрономии Стокланд. В наш смузи с тропическим коктейлем мы обязательно добавим таежный мед. Он экологически чистый и придашь нашему смузи сладость. Наш смузи с тропическими фруктами готов. Не забывайте, что сахар мы сегодня туда не добавляли, а используем натуральный, экологически чистый мед. Приятного вам аппетита! Дорогие друзья, наше кулинарное путешествие продолжается. Мы с вами готовим смузи на основе натурального йогурта, банана и те же замороженные клубни. Легким движением я погружаю в нашу чашу натуральный йогурт. Заметьте, какой интересный у нас получился с вами смузи. Яркий, вкусный и по-настоящему весенний. Приятного аппетита! Субтитры создавал DimaTorzok